Сегодня у нас заключительное занятие по трапеции. Мы с вами решим одну задачу и повторим тоже с вами некоторые свойства. Итого, что у нас имеется? В равнобедренной трапеции задан периметр, площадь. Известно, что в нее можно вписать окружность. Найти нужно расстояние от точки пересечения диагонали трапеции до ее меньшего основания. Итого, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем равнобедренную трапецию. Я условия так узнаваемо напишу и сразу начну здесь рисовать. На самом деле я немножко неправильно начала рисовать. С вами поймем почему. АВСД. Трапеция. Она равнобедренная. АВ равно СД. ВС параллельно АД. У нас известен периметр трапеции равный 100. Известна площадь равная 500. Известно, что вписана окружность. Поэтому я должна была начать рисовать с вписанной окружности. Я перерисую рисунок. Окружность. Она вписана в трапецию, значит она касается всех его сторон. Причем нарисуем равнобедренную трапецию. АВСД. Боковые стороны. Основание ВС и АД. Периметр известен. Площадь известна. Нам нужно найти расстояние от точки пересечения диагонали. Значит диагонали у нас пересекаются. В какой-то скажем точке П. И нужно найти расстояние от точки П до меньшей диагонали. До меньшего основания. Так значит дописываю. АС пересекает БД в точке П. И нам нужно найти расстояние от точки П до основания ВС. Так. Читаю условия. В равнобедренную трапецию, периметр которой равен 100, площадь 500, можно вписать окружность. Найти расстояние от точки пересечения диагонали трапеции до ее меньшего основания. Так. Ну геометрические задачи они похожи на головоломки. Нужно не думать как ее решить, а можно попытаться выудить из ее условия, что мы можем найти. Ну во-первых мы видим, что окружность вписана. Значит мы с вами можем использовать условия вписанной окружности. Не во всякий четырехугольник можно вписать окружность. Значит первым моментом мы с вами используем следующее. Что если окружность вписана в четырехугольник, значит она обладает следующим свойством. Суммы противоположных сторон равны. Суммы противоположных сторон равны. Ну а так как у нас периметр равен 100, это у нас получается данная сумма равна 50. Следующее, что мы с вами видим, из условия у нас АВ равно СД, боковые стороны равны, поэтому боковая сторона будет равна на самом отделе средней линии. У нас получилась полусумма оснований. И средняя линия трапеции у нас тоже оказалась известна на равна 25. Так, это первое, что мы с вами смогли найти. Используем площадь. Используя площадь трапеции мы с вами найдем высоту. Площадь трапеции это полусумма оснований. Умноженное на высоту трапеции. Так, полусумма оснований у нас 25. Высота трапеции неизвестна. И все это равно у нас 500. Значит мы с вами получили уравнение, из которого высота трапеции равна 20. Значит нам уже известна высота трапеции. Второй момент. Я рисуночек немножко перерисую, чтобы у меня здесь не было нагромождений. А, В, С, Д. Равнобедренные трапеции. Проведу высоты основания высот В1 и С1. Так, и на самом-то деле мы с вами знаем, что длина отрезка АВ1 равна длине отрезка С1Д. Так, дальше мы с вами знаем, что боковая сторона у нас 25. высоту мы с вами только что нашли 20. Из треугольника С1Д по теореме Пифагора я найду длину отрезка С1Д. длина отрезка С1Д у меня будет равна 15. Будет равна 15. Проставлю это на рисунке. Здесь у меня 15. Здесь у меня 15. Ну а так как я знаю, что сумма оснований у меня равна 50, отрезочек ВС у меня равен отрезку В1С1, то с помощью вычисления я нахожу, что эти длины у меня будут равны 10. Здесь получится 10 и здесь получится 10. Так, и того я здесь допишу, что отрезок ВС равный отрезочку В1С1 будет равно 10. Все это можно найти с помощью вычислений. Тогда я знаю основание трапеции. ВС у меня 10. И основание АД. у меня равно 40. Так, и третий момент. Мы с вами приступаем уже к завершающему этапу решения данной задачи. Так, третий момент. Мы с вами видим, что треугольник БПЦ, треугольник БПЦ, БПЦ и треугольник ДПА подобны. подобен треугольнику ДПА. Эти два треугольника подобны по двум углам. Треугольники подобны по двум углам. Ну, действительно, при параллельных прямых и секущей накрест лежащие углы равны. То же самое и при параллельных прямых и секущей АС накрест лежащие углы равны. тогда треугольники подобны по двум углам. Причем, то капецен подобия данных треугольников мы с вами знаем. Так как мы с вами знаем основание ВС относится к АД как 10 к 40, то есть 1 к 4. Но при этом мы с вами знаем, что подобны будут не только стороны, но и их нелинейные размеры, а именно высоты данных треугольников. Обозначим высота ПМ и скажем, точку П переставлю, ПН. Итого, что мы с вами сделали. Мы с вами провели ПМ перпендикулярно ВС, ПН перпендикулярно АД. Так, и высоты данных треугольников ПМ пропорционально ПН с капецентом подобия К, то есть 1 к 4. 1 к 4, тогда ПМ я обозначил через Х, а ПН обозначил через 4Х. Тогда решая задачи на части, я найду Х. Х плюс 4Х, это у меня высота. Отсюда у меня 5Х равно 20, отсюда Х у меня равно 4. Так, итого давайте мы с вами еще раз посмотрим, что же мы с вами сделали в данной задаче. Во-первых, мы с вами использовали свойства, что не во всякий четырехугольник можно вписать окружность. В четырехугольник можно вписать окружность тогда и только тогда, когда суммы противолежащих сторон равны. А имея равнобедренную трапецию, мы с вами получили, что боковая сторона будет равна средней линии. На самом-то деле мы с вами вывели одно из свойств трапеции. Так, дальше мы с вами использовали площадь трапеции. Используя площадь трапеции, мы с вами нашли высоту трапеции. Следующий момент, который мы с вами использовали, это на самом-то деле тоже свойство трапеции, которое говорит, что если в равнобедренной трапеции опустить высоты, то слева и справа получается два одинаковых прямоугольных треугольника. Эти треугольники равны как прямоугольные по гипотенузе А, Б, С, Д и высоте трапеции, которая является здесь катета. Из равенства треугольников следует равенство соответствующих сторон. А, Б, 1 равно С, 1, Д. И мы с вами нашли, что их длина будет равна 15. Здесь мы с вами дальше использовали, что посередке у нас здесь получился прямоугольник. У прямоугольника противолежащие стороны равны. Так, и следующий момент. Третий момент. Мы с вами использовали подобие треугольников. Использовали признак подобия треугольников по двум углам. Мы с вами прямо здесь записали по двум углам. На рисунке мы с вами равные углы отметили. У треугольника кофецион подобия мы с вами нашли. И будут подобны не только стороны, но будут равны и линейные размеры. Так, и того, ответ задачи у нас получается 4. Значит, в ходе решения задач мы с вами повторили свойства трапеции. Я надеюсь, что вам это было очень полезно. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.